Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Во дворце Спортовидное прошел день донора. 15 минут и ты как бы сделал доброе дело. Круглый стол с представителями организации, осуществляющих пассажирские перевозки на территории округа. Граждане фиксируют все это, снимают видеоролики, пишут нам жалобы, обращения. В историко-культурном центре состоялись юбилейные 50-е поэтические чтения «Стихи живут». Я сама удивлена, что мы смогли 50 раз собраться в этом зале. При поддержке общественной палаты Ленинского городского округа в муниципалитете были возобновлены дни донора. На днях состоялась уже вторая в этом году масштабная акция по сдаче крови. Ее посетило порядка 50 человек. Подробнее в сюжете Юлий Пагасьян. Донорская кровь – необходимая вещь в медицине. К сожалению, ее постоянно не хватает. Особый дефицит здравоохранения ощутила в период пандемии COVID-19, когда проведение донорских акций было приостановлено. Потом из-за страха заразиться коронавирусом люди уже по собственной инициативе не хотели идти сдавать кровь. Сейчас, к счастью, ситуация начала меняться. Анна Семеновна Потапкина, руководитель местного отделения Красного Креста, обратилась с просьбой в общественную палату Ленинского городского округа, с просьбой помочь ей в организации и возобновлении донорства. Члены общественной палаты откликнулись на этот призыв, потому что донорство – это очень важная миссия. В Ленинском городском округе – та вторая в этом году масштабная акция по сдаче крови. Она приурочена ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом. На стендах плакаты школьников, которые приняли участие в конкурсе рисунков на тему профилактики заболевания. В этот раз в донорской акции приняло участие порядка 50 человек. На этот год у нас по графику выездных 5 дней донора. Сейчас проходит второй. Так как два года у нас не было, мы кадровых доноров растеряли. Вот сейчас в основном у нас идут первичные. Приходят целыми предприятиями и организациями. Большая делегация доноров – сотрудники управления Министерства внутренних дел по Ленинскому городскому округу. Я думаю, что это наш долг – помочь нуждающимся. Все-таки я вообще не первый раз сдаю. И просто для себя решил, что кровосдача должна быть. Вот и все. Помочь просто людям, которым она нужна. Доноры делятся. Процедура – быстрая и безболезненная. Отношения медперсонала хорошие. Все стерильно и аккуратно. 15 минут, и ты как бы сделал доброе дело. Очереди нету, все быстро. Как-то все очень хорошо налажено. Спасибо большое. По завершению процедуры все участники акции получают подарки. Следующий день донора в муниципалитете пройдет 30 мая. Все там же, во дворце спорта «Витное». Юлия Погосяна, Александр Логинов, Ольга Садовская, «Витнет». В отделе ГИБДД ОМВД России по Ленинскому городскому округу состоялась встреча руководства автоинспекции с представителями организации, осуществляющих пассажирские перевозки на территории округа. Мероприятие было организовано в формате круглого стола, где обсуждался широкий спектр вопросов, касающихся безопасной эксплуатации общественного транспорта. Всего в прошлом году по вине водителей автобусов произошло три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали шесть человек. С начала нынешнего года таких инцидентов не было, но начальник отделения технического надзора ГИБДД Денис Самандраков во время проведения встречи с представителями перевозчиков обратил внимание на большое количество жалоб пассажиров на различные нарушения как правил дорожного движения, так и режима эксплуатации транспортных средств. Граждане фиксируют все это, снимают видеоролики, пишут нам жалобы, обращения. Среди основных нарушений отклонение от маршрутов, проезд через частный сектор и дворы жилых домов, несоблюдение скоростного режима, нарушение правил маневрирования в автомобильном потоке. Также на встрече обратили внимание на техническое состояние транспорта. Вот эти автобусы, которые вышли сейчас на линию, которые вот наполовину ржавые, конечно, хотелось бы, чтобы вы в кратчайшие сроки провели транспорт в надлежащий хотя бы внешний вид, чтобы уменьшить вот тот поток негативных жалоб. Представители ГИБДД обратили внимание собравшихся на повышенное внимание к маленьким пассажирам. В 2021 году на территории Московской области было зарегистрировано 184 ДТП с участием детей, в результате чего 16 несовершеннолетних погибло и 210 получили травмы различной степени тяжести. Находятся в зоне риска и пожилые люди. Когда начинаете отъезжать от остановки, обращайте внимание на такую категорию наших пассажиров. Бывает часто падение пассажира, зацепился там каблучком или ботиночек, с ноги слетел, человек пожилой, неустойчивый, падает под колеса транспортного средства. Тоже будьте предельно внимательны. Также на встрече представители основных перевозчиков «Дон Трансавто», «Рентранс», «Альфа Грант», осуществляющие свою деятельность на территории Ленинского округа, смогли задать вопросы относительно взаимодействия организаций, осуществляющих пассажирские перевозки и сотрудников ГИБДД. Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. Поэтическое слово объединило людей, любящих высокое искусство и русскую литературу. Шесть лет назад в Историко-культурном центре начали проводиться поэтические чтения под названием «Стихи живут». И вот состоялась юбилейная 50-я встреча. В Историко-культурном центре состоялись юбилейные 50-е поэтические чтения проекта «Стихи живут». В зале собрались люди, объединенные любовью к творчеству и русскому слову. Первая встреча состоялась в конце февраля 2016 года. Сегодня 50-й этот день. Для меня самой праздник, подарок. Я сама удивлена, что мы смогли 50 раз собраться в этом зале, где поэтическое русское слово нас и любит, и прощает, и бережет, и взращивает наши души. В этот раз помимо чтения стихотворений собравшиеся вспоминали яркие моменты прошлых встреч. Одна из постоянных участниц, Наталья Власова, также отметила юбилей в этот день. Она была счастлива разделить свое 70-летие с близкими по духу людьми. Главное – это общаться и жить среди любимых мною людей, разных совершенно, но очень мною уважаемых, любимых и приятных мне. Наравне со старшими любителями поэзии в мероприятии принимали участие первоклассники. Ученица Видновской школы номер 7 Зоя Карапетян прочитала стихотворение Валентина Берестова. Мне нравится литература, потому что я люблю все запоминать. Причем из стих у меня сегодня про войну. Любовь к прекрасному малышам прививает их учитель Людмила Исаева. С самых ранних лет она знакомит детей с поэзией российских авторов, в том числе и местных современных поэтов. Нас сюда пригласила Наталья Феликсовна Замарина. Мы очень знакомы и близко с ее творчеством. Мои дети старшие выступали на зубовских чтениях, ее творчество озвучивали. И поэтому мы с радостью приняли это приглашение. Также среди чтецов была постоянная участница встреч Галина Скорынина. По образованию она инженер, работает в космической промышленности. При этом с самого детства любит поэзию. Стихи вызывают у меня чувство радости, легкости, вдохновения. И мне нравится делиться этими чувствами. Нравится, когда я вижу в глазах у людей, которые слушают, отклик. Понимаю, что у них такие же чувства возникают. В этот день со сцены прозвучали произведения классиков отечественной литературы. Пушкина, Цветаева и Пастернака и многих других. Поэтические чтения в Историко-культурном центре будут продолжаться. Следите за афишей на сайте учреждения. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В начальных классах Лопатинской средней школы прошла декада «Весна приходит ко всем». За это время учителя провели большой спектр мероприятий и предложили своим ученикам в игровой форме узнать много интересного о том времени года, что наступает после зимы. Что больше всего понравилось ученикам вторых и третьих классов, выясняла наш корреспондент Галина Житкова. Пока природа еще не определилась со временем года, а весна уже пришла в Лопатинскую школу. Яркие краски детских рисунков и подделок напоминают о том, что скоро появится зеленая трава, первые цветы и солнце станет верным спутником каждого дня. В своих работах ученики начальных классов отразили все свои представления об этом переходном сезоне между зимой и летом. Все расцветается, становится ярче, появляются разные краски и начинают больше людей выходить, гулять, становится теплой. В рамках проведения декады прошли выставки декоративно-прикладного искусства, открытые уроки, классные часы. Ребята узнали много интересного о весенних традициях, рассказали об истории своего родного населенного пункта, а на активных переменках развлекали друг друга национальными играми разных народов. Наши педагоги стремились максимально заинтересовать ребят, привлечь к активному участию, и каждый ребенок имел возможность раскрыться и реализовать свои творческие интеллектуальные возможности, и проявить умение сотрудничества друг с другом. На своих открытых уроках и классных часах педагоги представили свое уникальное видение подачи учебного материала. Украшение любого весеннего сада «Нарцисс» помог ребятам из 3-го Г запомнить нужную информацию. Мы сегодня узнали, например, если нет существительного, прилагательного, есть и окончание «О-е», «А-я», «Я-я» и все другое. Героями классного часа в 3-м «А» стали сразу несколько известных людей разных профессий. Ребята с удовольствием слушали и даже подсказывали учителю в некоторых моментах, потому что хорошо знакомы с историей двух одноклассниц Наташи Масловой и Наде Рушевой. Третий класс знает с 1-го класса. На дни рождения ребята получили в подарок с автографом автора каждый по этой книжке «Графика» Наде Рушевой. Это известная художница. В этом году ей исполнилось бы 70 лет, но, к сожалению, она прожила всего 17, но успела написать больше 10 тысяч картин. Завершилась весенняя декада интерактивным концертом-флэш-мобом. Дружат дети всей земли. Ребята из начальных классов энергично и весело пели и танцевали вместе с популярным детским композитором и поэтом маэстро Семеновой. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Юбилейный вечер народного театрального коллектива «Твит» объединил сразу два праздника, которые отмечают творческие люди в конце марта. День работников культуры и День театра. Аншлаг в зрительном зале стал самой высокой оценкой твидовцам, которые за 45 лет стали любимыми и поистине народными. На юбилей побывала Татьяна Брылова. Говорят, 45 – баба, ягодка опять. А что, если 45 лет исполняется театру? Тогда можно сказать словами художественного руководителя, режиссера народного театрального коллектива «Твит» Ларисы Гейлис. 45 лет жизни только начинается. На юбилей собрались и давние поклонники театра, и те, кто только решил с ним познакомиться. Я бывала на спектаклях его, так что люблю, посещаю. Я не так давно здесь вообще живу, только два года, но сюда хожу регулярно, коллектив здесь отменный. Оцените от одного до пяти. Пятерка. Молодцы, Гейлис, у вас молодец. Короче, женщина такая боевая. Мы почти все театральные представления смотрели. Очень нравится, очень. Мы в восторге. Есть любимые актеры? Все. За 45 лет театральный коллектив «Городовидное» явил зрителю порядка полусотни спектаклей. Большинство постановок в жанре комедии. Но есть и военные драмы, которые были посвящены победе в Великой Отечественной войне, новогодние представления. Но о чем бы со сцены не рассказывали актеры Твида, они всегда пронзали души своих зрителей до самой глубины. А те смеялись и плакали, сопереживали героям, восхищались ими. В юбилейный вечер в адрес Народного театра было сказано много теплых слов. Первый коллектив поздравила заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова, вручив режиссеру театра Ларисе Гейлис награду от Московской областной думы. Московская областная дума вручает, передает через меня благодарственное письмо на заплодотворный труд и высокое профессиональное мастерство. Председатель Московской областной думы Бронсалов. Передаю. Твит – это пульс нашего города. Так пусть он бьется, творите долго-долго-долго, а мы будем счастливы от того, что имеем честь лицезреть. Родным домом для Твида стал Дворец культуры. Именно сюда в 1976 году пришла совсем юная, но горящее желанием творить Лариса Гейлис. Первый спектакль «Девочка и апрель» показал – в «Видном нужен театр» и есть желающие играть на сцене. Молодой режиссер сумела сплотить самодеятельных актеров, и многие из нынешнего состава театра играют в Твиде уже более 20 лет. Уже такой возраст, входишь к 50, еще и есть силы, и уже набрался какого-то опыта. Такой возраст, на самом деле, золотой для актера. Поэтому прошлые роли, они дают некий базис, некий фундамент, на котором ты работаешь. Старые роли, я так сказал, да, по-моему, старые роли, да. Ну и пытаешься все это использовать в новых своих работах. В жизни актеры Твида – представители самых разных профессий. Коренные ведновчане наверняка были удивлены, когда Павел Клочков, известный в городе спортсмен, вдруг появился на сцене. Сам же Павел признается – долгие годы мечтал играть в театре. И теперь, когда он среди других Твидовцев выходит на сцену, испытывает невероятные ощущения. В любом случае только кайф. Работы никакой. Понятно, что получается работа, но это все равно кайф. А если слова забыли? Не позволяю себе такого. Юбилейный вечер превратился в большой капустник, наполненный яркими номерами. Творческие коллективы Дворца культуры, которые поздравили Твид, своими выступлениями говорили. Они горды тем, что рядом с ними существует такой именитый театр. У нас отношения такие семейные в коллективе. Они у меня дети мои. Они у меня тоже там, наши мамы театральные, когда у нас бывают капустники. Мы отмечаем дни рождения, Новый год. Это тоже клуб по интересам. Но интерес наш – театр. Основной состав Труппа может быть спокоен. У него растет достойная смена. Сегодня Твид стал заметно больше. В нем появились детская и молодежная студии. В завершении праздника все Твидовцы вышли на сцену. Смотрите, как их много. И это еще раз подтверждает, что в 45 жизнь только начинается. Театрально-режиссерский, дружный наш состав актерский. Будем дальше развиваться и со зрителем встречаться. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Сергей Ларин, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. А продолжился юбилейный вечер премьеры. На сцене Дворца культуры артисты Твида показали комедию по пьесе Светланы Потраевой «Нелепая жизнь» Гения Петровича. О том, как прошел спектакль, мы расскажем вам в выпуске новостей во вторник в 19.30. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания.